Прошедшая вчера в стенах Белого дома оперативка, была достаточно скучной. Прямо скажем, сложно было что-то выудить, но я постарался и одновременно с этим постараюсь не утруждать вас усваиванием ненужной совершенно пустой информации, которая, в общем-то, изобиловала это мероприятие. Ну, начнем по порядку. В самом начале заседания Хабиров заочно поздравил своего друга Алану Морзаеву с 49-летием, отметив, что Алан Викторович в продолжительном отпуске, видимо, где-то хорошо и сладко отдыхается министру ЖКХ, так что все, кто всполошился от его продолжительного отсутствия, могут выдохнуть и спокойно дожидаться отца башкирского жилищно-коммунального хозяйства. Также Хабиров отметил, что на этой неделе происходит 90-летие башкирской нефти. В 1932 году в его родном Ишимбае забил первый фонтан башкирской нефти и будут проведены всевозможные праздничные мероприятия с салютами и песнями. Очевидно, что эти мероприятия не поставят во главу угла самого главу республики Башкортостан ввиду того, что отношения с нефтяными компаниями у Хабирова, мягко говоря, натянутые. Также Ради Фаритович рассказал нам, что 14 мая в минувшие выходные он съездил в Баймайкский район и обнаружил, что в деревне Старый Сибай есть очень большая и затянувшаяся, застарелая проблема со строительством школы. Хабиров негромко вдарил кулаком по столу и заявил, что уволят руководителя госстроя республики Башкортостан, если школа в Старом Сибай не будет сдана к 1 сентября. Как сказал Ради Фаритович, все шутки кончились. Ну, собственно, посмотрим, в 1 сентября будет ли работать эта школа, мы к ней еще вернемся. А также Ради Фаритович ознаменовал вступительное слово к оперативному совещанию очередным перлом о том, что там в Баймакском районе на горе стоит один из единственных памятников Кураю. Там у нас один из единственных на горе памятник в Кураю стоит. Очень здорово. Ну, один из единственных, это, конечно, очень круто звучало. И этот памятник нужно восстанавливать, там что-то как-то обихаживать и как-то о нем заботиться. Вообще Ради Фаритовича в последнее время тянет на родное. Кумыс, лошадки, курай, юрты, вот это все, да. То, что было присуще его первому начальнику, я имею в виду Муртазу Губайдуиловича, все это возвращается, видимо, с кровью, с происхождением к Ради Фаритовичу. Он все больше и больше становится кочевником и все меньше и меньше смахивает на какого-то европейского руководителя. Но вернемся обратно к докладу. Хабиров не приминул в этот раз опять помянуть свои достижения в экономике. Он очень это любит, особенно те, которые нельзя никак не проверить, не перепроверить. Речь идет о том, что за 4 месяца 2022 года в республике Башкортостан, по мнению Хабирова, сдано рекордный миллион квадратных метров жилья. Это плюс 11 к уровню того же периода прошлого года. Ну, 11% роста это неплохо, это грандиозно, это любая экономика позавидует. Но как бы еще это все проверить и как бы вычесть из этого миллиона квадратных метров все сарайки, пристройки и прочее, что у нас традиционно включается в отчетную статистику. Одно радует, что прирост хотя бы не в рублях, а в квадратных метрах, потому что, судя по ценам, которые нам демонстрирует рынок, в рублях уже ничего измерять не нужно. Также Хабиров констатировал 24% прирост инвестиций за январь-март 2022 года. Ну, тут, конечно, совсем уже фантастика. Хабиров подтвердил свои радужные заявления тем, что сейчас, как он выразился, не время стонать, сейчас время возможностей. Ну, попытался сконструировать из себя экономического гуру Ради Фаритович, но и перешли к регулярной повестке оперативного совещания. Первым вопросом оперативного совещания все еще держится вопрос о COVID-19. То ли это привычка, то ли это, как бы, действительно актуально, но, тем не менее, исполняющий обязанности министра здравоохранения республики сообщил нам о неуклонном снижении заболеваемости. В общей сумме всего по республике за два с лишним года переболело 287 тысяч человек. На данный момент 160 человек с COVID-19 лежат в больнице. И Азат Салаватович Рахматуллин констатировал 75% падение заболеваемости за последние 30 дней. Немного поговорили о ревакцинации. Господин Рахматуллин рассказал нам, что за последнюю неделю ревакцинировано 21 тысячи человек. Это всего по 3 тысячи в день в среднем. Это очень низкий уровень. Но, судя по всему, ревакцинация не будет иметь такого же масштаба, как имела вакцинация. При этом министр Рахматуллин абсолютно уверен в том, что новая волна COVID-19 ждет нас в июне-в июле 2022 года. И, кстати говоря, я тоже вполне доверяю подобным прогнозам, потому что по всем законам эпидемиологии определенная волна пандемии обязательно возвращается, даже тогда, когда пандемия заканчивается. Так что, пожалуй, расслабляться рано, но расслабились мы окончательно, судя по тому, что творится в торговых центрах, магазинах города, конечно, уже совсем человек в маске. Это нечто необычное, на него даже некоторые показывают пальцем. При этом все-таки поостеречься бы надо, особенно тем, кто не вакцинировался вообще, хотя отношение к вакцине сохранилось двойственное. В общем, я бы все-таки немножко остерегался продолжения этой истории, потому что для многих она все еще остается смертельной. Вторым вопросом оперативки стал, уже вот теперь уже традиционно, но недавно, стал вопрос такой, вот в этот раз Радий Фаридович по-новому сформулировал. Обращение жителей – основные тренды и проблемы за неделю. Ну, я только хотел добавить от Тамады Прочаковской, как выяснилось, что доклад будет делать не Прочаковская, а я заместитель Дмитрий Черенков. Фигура не очень заметная в башкирском политическом пространстве. Это зам Прочаковский, но так уж вышло, что я этого мальчика знаю неплохо. Мальчик перестал быть похожим на мальчика. Это огромный такой оплывший, разжиревший бородатый детина. Раньше был милым, улыбчивым, обнимашки с девчонками, все у него было хорошо, очень резво бегал за водкой по-любому, по желанию начальства, а сейчас вот такой вот огромный какой-то неповоротливый. Кроме всего прочего, Дмитрий Черенков выглядел очень странно. Он дико вращал глазами, было ощущение какой-то немножко неадекватности, может быть там какие-то препараты принимаются, может лечится человек от чего-то, но выглядел он совершенно неадекватно, глаза были выпучены, смотрел он куда-то в пространство. В общем, не здорово выглядел Дмитрий. Тем не менее, он сумел зачитать нам перечень приоритетов, интересов жителей республики Башкортостан по версии ведомства Прочаковской. Вообще, складывается впечатление, что вот эти вот свои выкладки Елена Анатольевна делает, исходя из того, каким она хочет видеть пространство проблематики республики, а не каким оно является на самом деле. То есть, вот как-то вот очень неправдоподобно все выглядит. В этот раз на первое место попали выплаты путинской десяточки, то есть речь идет о пособиях. Второе место это дороги, третье благоустройство, четвертое ЖКХ, пятое безопасность, шестое здравоохранение и медицина, седьмое мусор свалки ТКО, на восьмое место с десятого переместилось образование, на девятом месте общественный транспорт и на десятом месте строительство и архитектура, то есть дольщики. Примечательно, что на первом месте по проблематике, по количеству звонков и обращений в адрес Елены Анатольевны названы были выплаты вот этой путинской десяточки. И тут надо сказать, что это на самом деле, скорее всего, правда, потому что в республике случился коллапс. И несколько десятков тысяч заявлений на выплату вот этой вот несчастной десятки от Путина зависли по вине двух человек, Ивановой и Разумитина. Хабиров, выслушав доклад Черенкова, все-таки спросил Иванову, что там происходит, что за ерунда вообще. Иванова жалобно заявила, что у нее, как она выразилась, полетела точка сборки. Вот эта вот странная формулировка, попытка как-то запутать немножко терминами простую ситуацию. Ситуация заключается в том, что когда некие непростые электронные процессы регистрации большого количества граждан в определенных процессах, речь идет вот о заявках на эти выплаты, поручаются вот таким двум неумехам, как Иванова и Разумыкин, когда вот этой вот профсоюзной деятельнице и монтажнику печатных плат из Красногорска получают сложный государственный электронный процесс, вот в итоге получается такое, летит точка сборки. В переводе с языка Ивановой это значит, что их информационная система, которую они состряпали на коленках и провели через какие-нибудь забавные конкурсные процедуры по цене нового Гугла, так вот, эта штука не сработала просто под напором запросов. Когда туда заходит 3,5 человека в сутки, эта штучка, она работает, она довольно симпатичная и показывает красивые картинки. А вот когда несколько десятков тысяч человек одномоментно обратились к этой системе, она обязательно слетает. Ну, так устроено все электронное и программное, что сделано в колхозе неумелыми руками. В общем, вот мы сейчас видим, Иванова провалила социальные выплаты Путина, несколько десятков тысяч человек, повторюсь, как она выразилась, находятся в разборе, и прогнозы там такие неопределенные. То есть, это неделька, две, три, четыре, не знаем когда. Как сказала Иванова, нужно просто потерпеть. Вот это нужно потерпеть в устах чиновников подобных госпожи Ивановой, конечно, выглядит простым издевательством. Сама она ничего не терпит, ни за что не отвечает. На минувшей неделе произошел совершенно, ну, какой-то дикий случай со смертью воспитанника в социальном приюте в ведомстве Ивановой. Опять ей ничего нет, никто ничего не спрашивает. А когда она сломала систему, обслуживающую десятки тысяч человек, оказывается, надо просто потерпеть. Ну, не знаю, до каких пор Хабиров будет терпеть саму Иванову, видимо, терпелка у него достаточно большая. Третий вопрос, как обычно, три единые вопроса ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Не был он чем-то таким примечательным в этот раз. Голованова Ирина Александровна, замещающая господин Морзаева, сообщил нам о двух отключениях за неделю ресурсов более чем на 8 часов. Булышев рассказал о том, что за неделю произошло 40 ДТП, 58 человек пострадало и 7 погибло. Количество пострадавших и погибших на дорогах опять начинает приближаться к показателю прошлого года. И что-то мне подсказывает, что ничего у Александра Владимировича не получится со снижением смертности на дорогах в этот раз, как и в прошлом году. Поговорили чуть-чуть краем о ямочном ремонте, но к дорогам мы еще сегодня вернемся. Булышев утверждает, что им оцифровано 105 тысяч ям на протяженности 93% дорог. Ну то есть еще чуть-чуть и он оцифрует все ямы. Вот этот виртуальный труд Александра Владимировича, он как бы перекрывается виртуальным трудом его дорожников, потому что на данный момент Булышев заявляет, что 60% выявленных оцифрованных ям, а оцифрованы они почти все, по его утверждениям, уже отремонтированы. Ну то есть того и гляди, еще пару недель он все отремонтирует, или даже больше, чем нужно было отремонтировать, и вот тогда мы посмотрим просто в реальность, посмотрим на улицу, посмотрим на дороги, и поймем, может ли он не все оцифровал. В общем, конечно, тут такая ловушка, в которую он неизбежно сам же попадет, и как выбираться из нее будет, посмотрим. Примечательным был в этот раз доклад нашего представителя МЧС Гумеруа Фарита Рифовича. Ну, помимо того, что он похвастался отсутствием лесных пожаров, с которыми ему удалось справиться, Фарит Рифович отдельно остановился на седьмом гуманитарном конвое, отправленном в ЛНР. Уже седьмой конвой грузовиков ушел в Луганскую Народную Республику из наших карманов, и в этот раз туда отправились специалисты-дорожники, медики, разобранная детская площадка, а также дорожная техника. Кроме всего прочего, в Луганскую Народную Республику из Башкирии было отправлено, внимание, 70 тонн холодного асфальта. И Азамат Абдрахманов, он тот духовитый матершинник из Ашимбая, а ныне руководитель аппарата правительства, вот он занимается укладкой там асфальта. Вдумайтесь, за две с лишним тысячи километров автотранспорта мы возим асфальт туда, в Луганск. Вот что-то очень нехорошее происходит с расходами на вот эти вот бесчисленные, безостановочные конвои. У меня есть ощущение того, что это абсолютно бесконтрольный процесс, закупки и траты на это все. Тем более, что с недавних пор правительство Республики Башкортостан и Минфин изменили порядок расходования резервного фонда Республики Башкортостан, который на минуточку более двух миллиардов рублей, и разрешили средства этого фонда расходовать на нужды ЛНР. Понимаете, вот этот вот резервный фонд, который, во-первых, формируется из наших бюджетных денег, а во-вторых, формируется для того, чтобы в каких-то экстренных ситуациях помогать жителям Республики Башкортостан, вот этот резервный фонд теперь будет совершенно вольготно и, по их мнению, законно расходоваться на нужды украинских сепаратистов. Вот это, пожалуй, что запредельный финансовый цинизм, который демонстрирует нам власть Башкортостана, но они нашли источник, откуда будут кормиться вот эти бесконечные, бесчисленные конвои, возящие асфальт, воду в бутылках за тысячи километров. Вот такие вот вещи, да, скоро они, наверное, просто начнут туда возить чистый башкирский воздух. А вдруг там кому какая ингаляция нужна в Луганске? В общем, конечно, ситуация с бесконтрольностью и безумием вот этих поставок в сепаратистские регионы Украины, конечно, она вызывает большое-большое беспокойство. Ну, со временем люди поймут, я имею в виду жителей Республики, что все вот это увозится у них. Вот там, значит, у нас в глубинке многодетные семьи пытаются получить какой-нибудь угол и пытаются там штурмовать администрации районов, а с другой стороны уже седьмой конвой с асфальтом уходит, значит, в сторону вот этой Лугандонии. В общем, конечно, чем дальше, тем страшнее. Все это становится явным и абсолютно абсурдным, а мы вынуждены все это наблюдать. Четвертый вопрос оперативки о ходе весенних полевых работ, пожалуй, что был даже лишним. Фазарахманов нам ничего особенно нового не рассказал, там какие-то длинные путанные выкладки по поводу, значит, закрытия влаги в грунте и прочих вещах, о 87% необходимых минеральных удобрений, которые уже заготовлены, от 1000 единиц техники, купленной за 4 месяца, что сохраняет уровень 2021 года. Все вот это вот быстро отчеканил Илшат Илдусович. Отдельно остановились на закупке техники. Выяснилось, что 4 муниципалитета, 4 района в республике не закупают технику через Росагролизинг, что совершенно откровенно взбесило Хабирова. Он заявил, что Росагролизинг – это лучшая на планете лизинговая компания, и те, кто не закупают у нее технику, должны подвергнуться некой обструкции, и им должно перестать помогать государству. Вот буквально так это прозвучало. Хабиров прямо потребовал разобраться у Фазарахманова, «Почему районы не закупают технику именно в Росагролизинге?» Звучало это как абсолютно неприкрытое, прямолинейное, одноходовое лоббирование интересов конкретной компании. То есть Хабиров приказал наказать тех, кто не покупает технику в Росагролизинге. При этом он утверждал, что это самая выгодная схема покупки, что там самые маленькие проценты, самые лучшие условия, самая лучшая техника. Ну, если бы это было действительно так, ну, наверное, тогда бы можно было со всем основанием назвать наших так называемых аграриев клиническими идиотами. Но это не так. Потому что, как ни странно, аграрии не спешат попадать в эту лизинговую кабалу, равно как и не спешат попадать в кредитную кабалу, потому что Фазарахманов оговорился, что, дескать, возможности кредитоваться есть, а желающих немного. Судя по всему, эти самые пресловутые аграрии, не будучи клиническими идиотами, они помнят о том сезоне, когда случилась засуха, и вместо помощи Фазарахманов им заповедовал распродавать по дешевке, недавно взятую в кредит технику, вместо того, чтобы резать скотину. Вот такие ценные советы частенько раздает наш министр сельского хозяйства, когда ситуация в его хозяйстве становится неблагоприятной. И, видимо, пометуя об этом, агрария республики действительно как-то немножко с прохладцей относится вот к этому бизнесу Хабирова Фазарахманова, я имею в виду Росагролизинг. Пятым вопросом оперативки был очень важный вопрос о ходе строительства и ремонта дорог в Республике Башкортостан. Естественно, докладчиком был министр транспорта и дорожного строительства Александр Владимирович Булышев. И он нам рассказал, что по плану в 2022 году должно быть построено 87 километров дорог в Республике. Из них 11 километров – это федеральные дороги, 60 километров – это региональные и 16 километров – это местные дороги. А также отремонтировано капитально 700 километров дорог. Дорожный фонд 2022 года в Республике составляет, внимание, 31 миллиард рублей. Это самый большой фонд, пожалуй, что в составе бюджета, но может быть медицина чуть больше. И самый такой, конечно, проблемный. Потому что если из фонда по выплатам социальных платежей, пособий, пенсии, всевозможных зарплат бюджетникам украсть что-то довольно сложно. Ну, можно, правда, если не украсть, так потерять, как Иванова, который просто не может выплатить сейчас десяткам тысяч человек эти пособия. Так вот, из дорожного фонда можно и крадется все, что возможно. Это я утверждаю абсолютно однозначно и без сомнений. На капитальный ремонт и ремонт дорог в этом году, в 2022 году, через дорожный фонд у нас ассигновано 8 миллиардов рублей. На содержание 7,5 миллиардов рублей. Остальные деньги уйдут на строительство. По утверждению господина Булышева, все контракты по федеральным заказам уже заключены. По региональным контракты заключены на 85%. Далее Булышев перешел к конкретным объектам и обещал к октябрю 2022 года завершить развязку на въезде в Уфу со стороны аэропорта. Хабиров оживился, заявил, что эстетика вот этой развязки, она стоит на первом месте. Вот важнее всего красота. Все должно быть вылизано. Сам лично он приедет осматривать склоны, цветочки и прочее, прочее. Чтобы травка была постелена, цветочки цвели, даже если это будет октябрь. В общем, вот прям Хабиров возбудился. А дальше начались какие-то невнятные проблемы. Я имею в виду в докладе Булышева. Выяснилось, что ряд больших объектов претерпел некий перенос денег. И, соответственно, как было сказано, перенесено вправо время по сдаче крупных объектов. Причем в этот момент слово взял Абдрахимов, и вот названия объектов были как-то так замылены. Видимо, он почувствовал, что это очень опасная тема. Прозвучало, что это какие-то мосты, арочный мост и какая-то школа. И что все это смещается вправо, сдвигается, как он выразился, до 1924 года. Вот это не может не настораживать, потому что цены на строительство, на стройматериалы растут стремительно. СМЕТы теряют актуальность не менее стремительно. Соответственно, и СМЕТы, и конечный результат работ может быть неактуален к 1924 году, собственно, как может быть неактуальна и вся команда Хабирова, потому что складывается ощущение, что до 1924 года эта команда не досидит, а значит и не с кого спросить будет. Тут врубается такой интересный механизм, когда некая группировка во власти понимает, что ее период работы заканчивается, и нужно уже начинать тихо сматывать удочки, рубить концы и прикрывать все свои делишки, они начинают выносить финальные сроки сдачи определенных проектов за рамки предполагаемого периода существования. То есть вот они сейчас унесут все там на 1924 год, потом на 1925, а в 1923 их не станет. И где будет этот Абдрахимов? Где его искать? Непонятно. Вообще в ходе доклада Булышева по поводу строительства дорог стало абсолютно очевидно, что сам по себе Булышев играет роль некого статиста в роли министра, потому что его бесконечно перебивали другие чиновники, докладывая о строительстве работы. Это и Абдрахимов, и даже Тажединов порассказывали Хабирову, причем как-то это было совершенно спонтанно, они вклинивались в разговор и говорили, так вот, а вот этот объект, и дальше про него начинали рассказывать. То есть очевидно для меня, что вот эти вот деятели, они прикрываясь как бы ширмой в виде Булышева, они все-таки, как говорится, нежно курируют ряд крупных, жирных, вкусных строительных объектов и процессов, и, как говорится, стригут полянку. И Абдрахимов, и Тажединов, оказывается, курируют крупнейшие строительные процессы в республике, и не в смысле жилищного строительства, а именно в смысле дорожного строительства. В общем, конечно, тут все очень запутано, но как в самой, я повторюсь, как в самой такой ресурсной схеме и сфере в экономике Башкортостана, желающих в ней покопаться, конечно, более чем достаточно. В завершении доклада по строительству дорог всплыла интересная деталь. Оказывается, пропорция травматизма и смертности на дорогах республики между федеральными и региональными дорогами удивительно негармонична, так скажем, если это слово применимо к этой категории. Внимание! За три года на федеральных дорогах в Башкортостане случилось только 22 ДТП, погибло 2 человека и пострадало 50. Вот так вот, да? При этом за одну только неделю в республике Башкортостан случилось 40 ДТП, погибло 7 человек и пострадало 58. Совершенно неожиданная информация. То есть основные жертвы и пострадавшие у нас случаются не на трассах, федеральных трассах, а именно на региональных дорогах, городах и на местных дорогах, что, безусловно, во многом вызвано неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, разметок, всевозможного освещения, расстановки знаков и так далее. То есть это однозначно. Об этой проблеме давным-давно на самом деле пыталось говорить ГИБДД республики, но быстро тогда Гельмудинову заткнули рот на эту тему, он пытался даже там через прокуратуру что-то делать. В общем, быстро его урезонили, утихомирили. В общем, вот эта вот тема, она опять неожиданно всплыла, но, собственно, не новая, она просто подтвердила свою реальность и достоверность. Завершающим вопросом оперативного совещания был вопрос о закупке коммунальной техники. Мы помним, как минувшей зимой выяснилось, что на всю миллионную Уфу всего 200 единиц работающей коммунальной техники, когда еще от греков был этот несчастный наш, и как невозможно при помощи 200 единиц техники убраться в городе, что штат коммунального хозяйства Уфы вообще не укомплектован, там чуть ли не 50 процентов, зарплат нет, люди бегут, водителей нет. В общем, за это дело взялись, ну, по крайней мере, пока так это выглядит. Ирина Александровна Голованова, делавшая доклад по поводу закупки коммунальной техники, сообщила нам, что на 1 миллиард 432 миллиона рублей будет закуплено коммунальной техники в этом году, 500 миллионов, треть из этой суммы пойдет на Уфу, 400 миллионов на сельские муниципалитеты, и 532 миллиона на все остальные муниципалитеты и города республики. Будет закуплено 239 единиц техники, среди них 79 тракторов, 25 экскаваторов-погрузчиков, 52 мини-погрузчика, 28 фронтальных погрузчиков, 21 комбинированная дорожная машина, 11 грейдеров, 8 автопылесосов, 13 самосвалов и даже 2 осенизаторские машины. Ну, в 21 веке осенизаторские машины, это вещь абсолютно необходимая для цивилизованного общества, это КОЗЕ понятно. 60 единиц техники уже закуплены, и с великой помпой передавались коммунальщикам. Помните, да, вот эти вот батальоны тракторов и погрузчиков, выстроенные на конгресс-холле, и, в общем, тратата. Что же у нас на выходе? На выходе у нас интересная история. В итоге, парк коммунальной техники, по мнению Ирины Александровны, например, в Уфе, дойдет до 600 единиц. При том, что наукой обоснованное минимальное количество этой коммунальной техники для нашего города, это 2000 единиц. То есть мы все равно будем только на треть оснащены коммунальной техникой. Также Ирина Александровна затронула очень интересную, животрепещущую тему укомплектованности штата коммунального хозяйства Уфы и уровня зарплаты. Сообщила нам госпожа Голованова фантастическую вещь. Оказывается, средняя зарплата в коммунальной сфере в Уфе вот на данный момент поднялась с 53 тысяч до 64 тысяч. То есть, о как, на 21 процент. То есть, в среднем коммунальщики, вот эти вот заморенные, страшненькие люди в оранжевых жилетах, оказывается, в среднем они получают по 64 тысячи рублей. Очень не кисло. Укомплектованность штата, впрочем, при этом, как-то не растет. В декабре 2021 года вот укомплектованность штата была 67 процентов, а сейчас к марту всего 70. Но не хотят люди идти работать за такие бешеные деньги в коммунальное хозяйство. Очень странно. То есть, вот такими темпами нужно еще два года, чтобы укомплектовать коммунальное хозяйство в Республике Башкортостан и в частности города Уфы. В общем, конечно, Ирина Голованова нас немножко огорошила. Также она нам сообщила, что по нормативу штат коммунального хозяйства Уфы составляет 7300 человек и фактически этот штат не позволяет эффективно обслуживать Уфу. Требуется его увеличение при этом при сохранении фонда заработной платы, имеется в виду пропорционального фонда заработной платы. То есть, проще говоря, Голованова потребовала увеличить количество коммунальщиков в Уфе и при этом увеличить им общую сумму зарплаты. Неизвестно, есть ли для этого средства в бюджете города и республики. Вот тут, конечно, странно. Вообще, конечно, эти цифры, они очень сильно нуждаются в проверке и обосновании, потому что настолько голословно все это звучит и настолько это похоже опять на переполнение бюджета для того, чтобы где-то как-то его перераспределить. Вот, честно говоря, у меня не вызывает никакого доверия вот этот вот наш новый мэр КВНщик, тем более, что он теперь окончательно показал, что это абсолютно декоративная персона, которая будет веселиться, пиариться и ни черта не будет делать, а кто-то другой рулит вот этим коммунальным хозяйством и его бюджетами. В общем, надо очень внимательно в этом всем разбираться. Завершая оперативку, Хабиров опять вернулся к школе в Старом Сибае. Вот, не давала она ему покоя все заседание и даже несмотря на то, что сам Хабиров уже торопился отправиться в Узбекистан, где его ждал ароматный плов и прочая бастурма, в общем, вернулись к этому вопросу. Радий Фаритович, самым грозным образом всеми карми небесными пригрозил главе Баймакского района и главе Госкомстроя господину Родину, если к первому сентября школа в Старом Сибае не будет сдана. Буквально через пару часов после окончания оперативки мне тут злые языки сообщили, что ситуация с этой школой в Старом Сибае действительно какая-то очень странная. Злые языки утверждают, что там проплачены два несуществующих этажа в этом здании и деньги уже давно потрачены, попилены. Я в это, конечно, не верю, до тех пор не буду верить, пока не проверю, но вот такая вот молва идет. Может быть, в связи с этим Радий Фаритович так настойчиво об этом всем вспоминал, тем более тогда пристально будем следить за этой школой, осталось, собственно, всего-то три месяца, и посмотрим, останутся ли на своих местах и глава Баймакского района, и глава Госкомстроя, потому что если информация про эти два этажа подтвердится, то тогда, конечно, им не сносить головы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова